Привет, ребята, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Прошел уже практически год в том моменте, как я последний раз наполнял чем-то ванну. Если помните, это был ролик с целой ванной шариков Orbeez. Или Orbeez. Короче, какая разница, суть вы поняли. Настало время возвращать рубрику, и если этот ролик наберет достаточно просмотров, как минимум я пойму, что он вам интересен, и мне стоит продолжать. Ибо впереди нас может ждать очень-очень много ванн, которые я наполню. Ну, в общем, вы поняли. Если хотите продолжение этой рубрики, скажем так, реанимации этой рубрики, возвращение данной рубрики на YouTube и моем канале, с вас палец вверх, ну и просмотр. Видите, какой я хороший человек, даже подписываться не прошу. На этот раз я решил наполнить ванну с желе. Максимально не понимаю, какие ощущения меня ждут впереди, потому что, естественно, я в нее залезу, и, естественно, желе само по себе. Полумягкое, полужидкое. Наверное, это будет не очень приятно, но узнаем мы с вами это только, когда распечатаем все баночки и зафигачим их в ванну. Вот столько у меня в квартире сейчас находится желе. И еще немножко на стульях. Ребята, я опустошил весь город в поисках желе, точнее, весь свой район. Что-то я заказывал, не помню даже откуда. А, это у нас вообще перекресток. Что-то я заказывал из Окея. Также была еще одна доставка с Азон Экспресс. Должно было быть, конечно, гораздо больше, но я оставил количество. А мне его тупо сносили, перезванивали, говорили, что столько нет наличия, привезем столько, то возвращали деньги. И это было практически в каждой покупочке. Кроме Озона, там просто невозможно выбрать больше, чем есть на складе. Поэтому имеем то, что имеем. Надеюсь, будет достаточно. Я, кстати, не знаю, сколько здесь штук. И хочу, перед тем, как это все засандалить в ванну, посчитать, сколько там баночек желе. Ну, чтобы вообще понимать. Что, к чему мы с вами потратили? Кстати, желе максимально недорогое. Здесь есть по 29 рублей желе, по 24, по 19.50 и по 21.50. Но в целом, знаете, такая нехилая сумма, потому что все это вышло, ну, тысяч на 5, хотя, может быть, чуть поменьше, 4 с копейкой. Где-то так. Перед этим я хочу выставить в уровень на барную стойку. Может быть, два ряда, может быть, три. А еще это желе я собирал, наверное, полторы недели, потому что где-то оно появлялось в наличии, где-то оно так и не появилось, а мне нужно было больше, больше, больше. Так вот, оно у меня очень сильно подтаяло. Кое-какое прямо в воду превратилось. И перед тем, как сейчас приступить к этому ролику, я отнес его на балкон, где оно пролежало час-два. Так что оно еще и холодное будет. Это вообще тошнотство и отвратство. Не представляю, как я в это залезу. Надеюсь, оно хоть чуть-чуть нагренется перед этим. Ванная комната. И сама ванная, которую мы наполним желешкой. И пришла мне помогать. И пришла помогать. Ну, давай, спасибо. Любую помощь приму Роксятина. Кстати, зацените, как выросла давненько. Вы не видели в моих роликах. Честно говоря, я немного в шоке. Посчитать у меня их не получилось. Но вот что у меня вышло. Мне плохо, я даже не знаю от чего. От того, что их настолько много. Или от того, что мне это потом придется все убирать. Некоторое желе, оно прям, ну вообще. От слова не желе, совсем. Оно полужидкое. Сопли. Я не знаю, как в это ложиться. А некоторое желе, где оно у меня тут, по-моему, вот это. Более-менее застывшее такое. Несмотря на то, что они все лежали в холодильнике. Точнее, на балконе. В минусовой температуре. Но это не помогло. Видимо, какой-то производитель делает вот такие сопли. А какой-то прям нормальную такую желешку. Хотя, вот это дороже, чем вот это. Потащили это все в ванную комнату. И приступим уже к открыванию желешек. Вот я прям сейчас засеку, кстати, времечко. Сколько мне понадобится времени на то, чтобы это все открыть? Сейчас 22.47. Дай бог к утру закончить открывать хотя бы. А что же убирать потом? Не оставишь же это так в ванной? Взял тазик. Туда решил складывать все желе. Чтобы удобнее было носить в ванну. Потому что я же умный. Выставил все. А лучше бы сразу в ванну в пакетах тащил. Первый тазик прибыл. Мусорный мешок уже готов. Свет настроен. Осталось только постараться каким-то чудом туда прямострякать телефон. Чтобы болтать с вами, показывать, открывать. И потом сделать небольшой таймлапс. Или как это правильно называется? Ну, короче, когда видео ускоряю. Ну, шо. Мы готовы начинать. Давайте торжественно открываем первую желешку. Которая наполовину сопли. И... Ого. Не хочет. О, ребят, это выглядит как слайд. Просто посмотрите на это. Как будто призрак блеванул. Это у нас вкус апельсинки. Пошел уже. Глаза, руки, ноги. Мне вот сюда отскакивает это жилет. Вот, отскак. Вы это видели? Отскакивает. Это те сопли, про которые я говорил. Ой. Фу, что за подлива. Такой кашмар. Просто вода. Мои ноги. Я закончил первый тазик. Запахи, конечно, прям невероятные. Когда все это смешалось, что-то прям пушка-бомба. Знаете, что-то на прикольном. Да, это выглядит не отвратно. Точнее, перестало быть отвратным. Это как какая-то краска кислотная. Вот эти подтеки мне очень нравятся. Хотя бы адекватно выглядит. Красиво, я бы сказал. Неадекватно, но красиво. Небольшой перекур и снова задел. Наполню еще один тазик и продолжу это все выливать. У него випе птики толпы сня поет. Фу, второй тазик полностью уговорен. Ванна потихоньку начинает наполняться. Идем за третьим тазом. Не забываем про остальные соцсети. Пилим. Теки-токи и прочую шлягу. Ой, что-то вы съехали, девочки. Энд, мальчики. Вот так получше. Папа-лям, папа-лям, сильный трактор, идти к нам. У него випе... На очереди последний тазик. Фух. Папа-лям, папа-лям, сильный трактор, идти к нам. Вы не поверите, я закончил, ребят. Итак, начинали мы с вами в 22.45, сейчас в 23.31. Честно говоря, я думал, это будет гораздо дольше. Итого мы с вами получается 45, 46, 47 минут всего лишь затратили на то, чтобы открыть все баночки. Достаточно неплохо, но в какой-то момент я так приноровился. Я даже не открывал их до конца, а просто разрывал местами. Наполовину открывал, а не сразу выливались, понимал, потому что это можно сделать максимально быстро. И как бы раз, два, три, и готово. И что я вам могу сказать? Точнее показать. А ванну с желешкой. Посмотрите, как это выглядит. Она еще немножко подтаяла. Конечно, здесь мне смущает какая-то пена, которая образовалась. Но я сейчас запихивал в нее руку и прямо при вас запихну еще раз. Это максимально неприятно. Это очень отвратно. Она очень холодная. Прям ледяное желе, я вам сказал, ледяная вода. Но мне все равно придется туда залезать. А еще вот эта слизь какая-то белая остается на руках. И все руки сладкие. Все будет в сладкой одежде. Хана, в которой я снимаюсь. Ну, благо я позаботился, я делал зафаченую. Футболка у меня нормальная, ну, как бы придется попрощаться, видимо. И нырять вот в эту жижу. К погружению готов. Зацените, какие тапки мохнатые. Только к ней навернуться. Как это неприятно и холодно. Боже мой. Ужас какой. Какой ужас. Во-первых, это очень холодно. Я не знаю, я не хочу садиться и ложиться в такую воду. Во-вторых, это прям тошно. Это фу, это хуже соплей. Я не знаю, с чем это сравнится. Есть только желе. Какой кошмар. А можно я разбавлю горячую водичку чуть-чуть? Ну, там прям вообще лед, потрогай. Нет. Потрогай. Нет, нет. Дотронься. А если я жопу простужу? Не простудишь. А если мудю застудю? Ничего не настудишь. Ты потрогай рукой сначала. Я не буду трогать. Ну, потрогай. Твою мать. Такое ощущение, что ты как будто вскрылся здесь. Ужас. Ну, вообще, это какая-то гадость. Давай, садись. Это желе. Желе. Покажи людям, что это желе, что это не потрошки здесь, что потроши. Ты дурак. Говядину разделал. Хочешь? Нет. Садись давай. Дай пообрязгаться. Последний раз вот такой хренью в песочнице в детстве занимался. Да садись, привык. Жур, ты мокрый, холодный, нет? Садись, привыкнешь. Давай, давай, давай. Не видно. Или видно? Видно или нет? Я не вижу в зеркале. Как это отвратительно. Я сел. Теперь ложись. Не буду ей подоложиться. Тыри-ты-тыри. Тыри-тыри. Тыри-тыри. Опа. 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 А если хозяйка квартиры увидит, чем ты занимаешься? Так, вообще, мы все уберем. Глеб поможет мне. Он профессиональный клинер. Да, он. Какой я клинер, блин? Он клинер профессиональный. Все уберет. Знает, как это убрать. Здесь будет еще чище, чем должно быть. Вообще, сверкать все будет. Уточки. Какие пафосные уточки. Раз тебе уточка. Да тебе уточка. Три. Ну и вот эта вот розовая единорожная уточка тоже. Четыре. Ну что, как тебе ванну вилет? Это кошмар. Вот только запихиваешь руку, куда ни сунь, вынимаешь ты ее в полную желе. Это просто трэш. Вылази давай. Творю, стараюсь ради вас. Чтобы, если вдруг в вашей голове появляются идеи... Чтобы, если вдруг в вашей голове появляются идеи, это же да, цыган. Чтобы, если вдруг в вашей голове появится замечательная идея сделать ванну... Чтобы, если вдруг... Да я знаю, что я говорю, я хочу так сказать, хватит. Чтобы, если вдруг в вашей голове возникнет идея сделать ванну с желе, вы знали, что это делать не нужно, потому что это не прикольно, это отвратно. Андрей Карил. Товарищ оператор, вы диктор закадровый или оператор? По-моему, сейчас самое время с вами попрощаться. Если вы хотите продолжение этой рубрики, ванну с чипсами, например, ванну с тональным кремом, ванну бомбочек для ванной... Пишите об этом в комментариях. Также не забывайте, что только по вашим лайкам, комментариям и просмотрам я пойму, нужно ли выпускать следующие части и возрождать ли эту рубрику. Ну а с вами был я, Андрей, уточка раз, уточка два, уточка три, четыре, огромная куча желешки и оператор Глеб. Всем пока. Ааа, как это все убирать теперь? Тащи таз.